В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Смотрите сегодня. Запретный плод сладок вдвойне. Контрольные закупки подтвердили, что законы в Рязани по-прежнему обходят. Первый и единственный в России выпущен вечный календарь с фотографиями погибших сотрудников ОВД. Довольные и счастливые в комплексном центре «Семья» стартовали новые успешные проекты. В последнее время продавцы многих торговых точек жалуются на память, плохое зрение и невнимательность. Это объясняет, почему алкоголь периодически продают подросткам или взрослым, но тогда, когда по закону этого делать не положено. Похоже, проблем нет только с математикой. Прибыль все считают хорошо. Рейдовые мероприятия прошли во всех районах города. В ряде торговых точек серьезное нарушение. Объявление о запрете продажи алкоголя после 22.00 как издевка, учитывая, что сразу за дверью готов обслужить в любое время суток, если продавец на месте. Все есть. И виски есть. Ну что произошло? Произошло продажа алкогольного. Вы продали? Дядя Вася, конечно. Ну зачем продали? Знали, что нельзя. За что? Ну знали, что нельзя. Ну знала, что нельзя, но я не посмотрела. Я думала, что меньше. Татьяна Николаевна, директор ООО «София», старается сохранять самообладание. Обещает со всеми продавцами провести профилактическую беседу. После 10-ти продаете? Минеральный. Нет, нет. Это вот продавец как-то, не знаю, мальчики, наверное, симпатичные были. Она соблазнилась. А так мы не продаем. Нет, нет. А между тем, даже пойманная с поличным, помогая собирать бутылки в коробку, смело поворачивает их этикеткой к видеокамере оперативника. С комментариями «Любая реклама хороша». Надо сказать, что нарушителям выписаны штрафы. В отношении тех, чьи лицензии вызвали сомнения, будет проводиться проверка. Осталось убедить потребителей, что ставить на стол буквально все, что горит, как минимум, очень неосмотрительно. В начале февраля в собственном доме было обнаружено тело пенсионерки со следами насильственной смерти. Тогда по подозрению в убийстве задержали двух молодых людей. Мы получили подробности о расследовании уголовного дела. По словам следователя, погибшая жила одна и на протяжении последнего полугода делала ремонт. Один из рабочих бригад обратил внимание на сбережение бабушки и неплохую пенсию. На дело злоумышленник пошел с товарищем, ранее судимым, 18-летним молодым человеком. Но первая попытка провалилась. Старушка не открыла подозрительному типу в костюме сотрудника Гургаза. На следующий день пришлось действовать открыто. Под предлогом доделать что-то по ремонту подозреваемый вошел в дом. А когда понял, что незаметно взять деньги не получится, несколько раз ударил женщину ножом. Погибшей было 83. Задержанный практически в 4 раза моложе. Он оценил ее жизнь в полторы тысячи рублей, несколько золотых украшений и простенький телефон, который щедро подарил подельнику. Основные сбережения пенсионерки, которой злоумышленник так и не нашел, должны были пойти на развлечение, а именно на прогулку по Москве с девушкой. Она, кстати, давно нашла себе нового друга. А 21-летний задержанный сейчас находится в СИЗО. К другим новостям. На этой неделе состоялась презентация первого и пока единственного в России проекта, который получил название «Вечный календарь». То есть календарь, который можно использовать десятки лет. Каждая страница – летопись о погибших героях. Ни одна мама, пришедшая на встречу, не знала, о чем пойдет речь. Когда Дмитрий Плоткин представил получившийся проект, присутствующие на секунду замерли. На глянцевых страницах фотографии их близких, погибших при исполнении. Всего 95. Задержись в воплощении идеи еще немного, и было бы больше. Еще одного героя не дождались дома. Я даже не могла выразить свои чувства. Настолько это было необыкновенно. И то, что этот календарь будет, как мы говорим, вечный, потому что там не будет просто дней недели. Вот. Будут месяц даты гибели и фотографии наших. Ну и о чем мы еще просили, чтобы Дмитрий Матвеевич и Нурислан Ибрагимов включили туда свои стихии. Красно-черная раскладка цифр тоже поменялась местами. Красным, в отличие от обычного календаря, отмечены все дни месяца, за исключением дат смерти. Организаторы отметили любопытную деталь. Есть числа, например, 26, которые будто притягивали беду. Именно в эти дни при разных обстоятельствах погибали сотрудники. Переполняют чувство благодарности. Во-первых, чувство благодарности. Я сейчас начну плакать. Котова и Галена Федоровна. Это наш зачинщик, наш молитвенник о наших ребятах. И о нас молитвенник бесконечный. У Нины Сергеевны Селивановой сын служил в Соборе. Погиб в 2000 году в Чечне. Вместе с двумя сослуживцами Алексеем Рябовым и Александром Ионовым. Мама героя Людмила Лукьянова сразу вспоминает стихи. Погиб в 1999 году. Звание старший. Сержант. Орденом мужества награжден, к сожалению, посмертно. А так, папа кадровый военный, подполковник погранвойск. Пять лет был в Афганистане. Что важно, проект не стоил ни копейки близким погибших. На призыв помочь откликались все. Предстояло разыскать фотографов, которые снимали ребят в горячих точках, покопаться в архивах и часами рихтовать фотографии. Они достойно служили Родине и заслужили вечную славу. Трудные семьи, трудные подростки, трудные условия. Масса факторов иногда лишает людей возможности пользоваться услугами, не думая о финансах. Например, самая простая стрижка в Рязани стоит в среднем 300 рублей. Для тех же пенсионеров это лишние траты. Оценивая ситуацию, сотрудники уже известного нам центра «Семья» открыли социальную парикмахерскую. Многие из клиентов не привыкли к такому вниманию. Хоть первый пробный день и предполагал только стрижку, некоторые мастера с удовольствием брались из-за несложной прически. Я проживаю в центре «Семья» с ребенком. И уже неоднократно принимаю участие в стрижках, когда приходят парикмахеры. Для себя вышли мы на такую акцию. Понимаем, что это необходимо для многодетных семей, для малообеспеченных семей, для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, для наших проживающих в стационарных отделениях центра, вообще для наших клиентов. Бесплатная парикмахерская, на мой взгляд, достаточно такой интересный проект, который мы хотим реализовывать уже на протяжении всего этого года раз в месяц. В проведении данных акций нам помогают студенты технологического колледжа. По желанию, да. То есть мы объяснили девочкам, куда мы в данный момент должны свою помощь, как бы оказать, да, каким людям. И девочки сами изъявили свое желание. Для девушек будущих парикмахеров это, опять же, дополнительная практика, причем универсальная. В кресле может оказаться и непоседливый малыш, и скромный пенсионер, и придирчивая дама. К такому повороту тоже готовы. Записаться в социальную парикмахерскую может любой. Достаточно позвонить по телефону, который вы видите на экране. 96 10 95. Почему милые детки к 12 годам превращаются в нелюдимых ежиков? Какой именно момент воспитания родители иногда бесповоротно упускают и винят сверстников в том, что их ребенок асоциален и агрессивен? В комплексном центре социального обслуживания населения семья попробовали ответить на эти и другие вопросы с помощью тренинга по формированию коммуникативных навыков. Его особенность в том, что на нем одновременно присутствовали и дети, и родители. Первое, что они говорят, что родители их не понимают. Это первая проблема, которая их в основном и беспокоит. Почему происходит именно замыкание? То есть разговор, что родители не понимают, что родители хотят заставить их делать то, что им не нравится. Причем родители ведут себя в этой позиции так, что я сказала, значит, так и будет. Поэтому разговора между детьми, между ребенком и мамой или папой не получается за счет того, что родители начинают давить. Детки просто-напросто убегают из дома, мы их называем потом бегунками. Причем хочу сказать о том, что переломный момент такой происходит, что детки могут сейчас убегать из благополучных семей за счет того, что родители просто не воспринимают то, что хотят дети. Все дети разные, но во многом схожи их страхи и проблемы. И с ними нельзя оставаться один на один. Поэтому психологи центра приняли решение заниматься с ребятами и родителями сначала по отдельности, а потом снова соединять в группы на тренингах. Путь к взаимопониманию бывает труден и тернист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гарри Гудзини – знаменитый американский иллюзионист и гипнотизер, прославившийся разоблачением шарлатанов и сложными трюками с побегами и освобождением. Джон Генри Андерсон – предположительно первый, кто показал фокус с появлением кролика и шляпы. Знаменитый неподражаемый Пинетти – итальянский фокусник, который читал закрытые книги и идентифицировал предметы в коробках. Эмиль Кио – лучший фокусник мира. Три его трюка с канатом, запорожцем и веером до сих пор не смог повторить никто. И, конечно, Дэвид Попперфилд, который проходил через Великую Китайскую стену, летал над Гранд-каньоном, испарял статую свободы, самолет и вагон Восточного экспресса. В каждой эпохе был свой герой-волшебник, и до сих пор неясно, были они талантливыми мошенниками, волшебниками или иллюзионистами. «Сим Салабим», «Ловкость рук» и «Никакого мошенничества». Эту фразу, как правило, говорят фокусники, для которых подвижность пальцев определяет успех на сцене. Высший сорт. Это было дело о самом хитром, ловком и беспрецедентном хищении, которое вошло в криминологию на правах научного пособия. Таких фокусов не показывали даже величайшие маги. На скамье подсудимых оказались обыкновенные рядовые грузчики, разработавшие гениальную схему. Они систематически воровали сливочное масло и потом продавали его, но формально никакого хищения масла не было. Шевелись наука! Круглый катим, плоско и тащим. Больше жизни, товарищи доктора! В советские времена, привыкшие все больше к дефициту, многие продукты питания было принято продавать на вес. А потому сливочное масло поставлялось в магазины не как сегодня, по 200 граммов упаковки, а целыми пластами. Фасовались такие куски в обыкновенной коробке, а уже за прилавком продавец отрезал нужное количество. Каждая коробка весила определенное количество килограмм. Но, как говорится, на сушку, на утруску в каждой коробке сливочное масло было не просто вот этот куб, а немножко больше, где-то там 200 грамм, где-то 300, где-то 400 грамм, где-то 500. Каким образом грузчикам удавалось определить излишек на глаз, да еще и успеть срезать его, не привлекая внимания, до сих пор загадка. Ведь для этого необходимо было распечатать каждую коробку, с ювелирной точностью снять масло, запечатать все, как было, и погрузить. Чего? Масло! Несмотря на то, что эта бригада успевала каждый короб открыть, снять масло, вновь упаковать, загрузить на машину, по стимулу труда, видимо, данная бригада опережала по работе, по разгрузке все другие бригады. И даже оказалась на стенде ударники коммунистического труда. Украденное масло предприимчивые дельцы продавали все в те же продуктовые магазины и так увлеклись своими фокусами, что даже не заметили, как переполнили все допустимые запасы сливочного масла. Чтобы в Советском Союзе лежал продукт, а спроса не было – бред. Следственные органы тут же выдвинули догадку – кто-то промышляет незаконной торговли. Начались бесконечные рейды и проверки. Но когда преступников вычислили, оказалось, что предъявить им обвинение совсем непросто. Ведь по документам проходил только чистый вес, без излишек. Как доказать то, чего официально нет? Группа была вся задержана, арестована, и их вывели на следственный эксперимент. И вот когда снимали обычные камеры в виде кинокамеры, то потом, когда показали специалистам, что здесь происходит, эксперты дали заключение, что у этой бригады был навык хищения масла доведен до автоматизма, потому что на обычной скорости пленки невозможно было понять, что там происходит, потому что эти ящики только летали. И для того, чтобы разобрать, кто там что делает, надо было пустить пленку уже на замедленной скорости, и только тогда разобрали. Еще одно неоспоримое доказательство того, что в нашей стране появление кулибинных и копперфилдов прямо пропорционально выгоди и наживе. Огорчает одно, как правило, такие фокусы носят криминальный характер. Если вы стали участником или свидетелем неправомерных действий, обращайтесь в нашу редакцию «Будем искать справедливость вместе». Наши телефоны 720020 и 720021. На сегодня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова